В среду в Копейск приехали юные боксеры из разных регионов России, чтобы сразиться в традиционном февральском турнире. Соревнования проводятся уже 11 лет и теперь посвящены памяти тренера Бориса Анферова. 11 турнир посвященный памяти Бориса Анферова. 157 участников приехали. Очень большая география участников. Приехал и Питер, приехал и Казахстан. Очень много спортсменов, очень высокого уровня для этого возраста. Поэтому бои будут интересные и, я надеюсь, очень техничные и без травм. Треть всех участников – это копейчане. Ведь идея этой родилась, чтобы повышать мастерство копейского бокса. Потому что нас знают далеко за пределами даже в нашей области и в России. Вот видите, у нас впервые команда приехала из Санкт-Петербурга. С Москвы были, с Санкт-Петербурга не были. Хотя раньше, возможно, когда я провожу ее давно уже, с 80-х годов, у нас даже с Якутии приезжали. За время существования турнира география его участников поменялась. Теперь, по мнению организаторов, сильных спортсменов стали привозить тренеры малых городов, в которых бокс набрал обороты за эти годы. У нас такое правило. И было у Бориса Степановича. Вышел на ринг, дерись, боксирует и показывает те умения, навыки, которые в тебе были заложены на тренировках. И как тебя напутствует тренер. Я настроен взять золото, чтобы показать, что я достоин ехать на следующее соревнование. А вообще, как выступать одним из первых? В бой был только второй, в начале турнира. Сложно это или нет? Это легко, но сразу же, когда ты пришел, начинаешь разминаться. И не надо ждать и томить себя, и думать о противнике. Сразу выступить. Мы регулярно посещаем турниры Копейские. Это и первая перчатка, и вот память Анферова. То есть, в принципе, да, часто бывает. Какие шансы на победу в турнире у ребят? Шансы у всех одинаковые, потому что этот вид ударный. То есть, здесь решает все характер. И тот, кто будет точнее, быстрее, выносливее, тот и победит. Финальные бои турнира состоятся в субботу, 3 марта. Планируется, что в них примут участие 19 пар боксеров. Начало в 11 утра.